Очень важно знать, как выглядит эта правильная работа чувства собственного достоинства. Человек верит, что все получится у него в жизни. Вот если говорить, а если ничего не получается, чувство собственного достоинства ушло вниз. Надо его поднимать, не давать себе так жить, понимаете, это неудачливая жизнь. Допустим, девушка любит мужчину, любишь мужчину, зависишь от кого-то в любви, значит, твое чувство собственного достоинства уже пошло вниз. Ты не можешь без него жить, значит, ты уже унижена, это значит, что ты некрасивая. Надо быть самодостаточным, красивым человеком должен быть. Красивый человек, который красивые дела, надо забыть про себя и что-то делать для людей, хорошее, чтобы они были счастливы вокруг, и тогда ты становишься счастливым, красивым. Дела красивыми делают красивого человека. Вот поэтому всегда на первом месте Бог. Если ты заботишься, Бога нет, привязалось. Он, допустим, благодарным стал, ты это почувствовал, все, привязалось. Нужна всегда природа, добрые люди, Бог, чтобы всегда были в арсенале. А если ты послужила мужу, он тебе благодарен, допустим, не пускай это слишком близко в сердце. Не расслабляйся. Как бы, благодарен, хорошо, все, спасибо. И вот, если вы бежите от счастья, не пускайте, не даете. Допустим, вы мне, Олег Геннадь, спасибо вам, я, ладно, ладно. Вот, или переправляю наставнику своему. Но если я в сердце пустил, я расслабился, привязался, лекция не будет хорошей. Не пускайте, вы от счастья бежите, оно за вами бежит. Как только вы счастье поймали, оно от вас убегает. Счастье невозможно поймать. Оно всегда не зависит от нас. Или мы отдаем счастье другим, оно к нам идет. Или мы начали его желать, мечтать начали о нем, мечты, все, оно убегает, значит. Все, кто мечтают о счастье, все несчастные люди. Они так и будут несчастны всю жизнь. Надо забыть о счастье и служить другим. Все, тогда счастье будет с тобой рядом. Очень важно понять эти законы. Вот ты, допустим, любишь человека, с тобой он живет, он будет гордиться собой, воспитывая его. Человек, который любит человека, вот сильно привязан, он склонен служить, он все делает, делает для него. Но это он служит в унижении, он как бы унижается. Он служит не потому, что ему нравится служить, а потому, что он зависит от этого человека в своей любви. Он из зависимости служит. Это служение еще больше разрушает отношения. Служить человеку надо в состоянии самодостаточности. Вот когда ты не зависишь, и тебе ничего не хочется ему сделать, тогда сделай. Люди, когда им не хочется ничего сказать, они просто молчат. А когда они раздражены, начинают говорить. Когда ты раздражен, молчи. А когда ты спокоен, вот тогда скажи от чистого сердца. А не хочется, мне и самому хорошо. Что говорить? Вот так мы лениво живем, понимаете? Хорошо мне, молчу. Раздражен, говорю. И все время разрушаем жизнь. Раздражен, молчи. Пойди, помолись, наполнись. А если тебе спокойно, пожелай счастья близкому человеку. Дай ему счастье, которое ты получил. Так надо жить. Надо всегда себя заставлять жить правильно. И когда спокойно, и когда беспокойно. Учите жить правильно. Это противоположный путь. Поэтому говорится, иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Всегда иди дорогою добра. За солнцем следом это извед, понимаете? Хоть этот человек, может быть, не знал, когда он песни писал. Веды объясняют, что все души, они сравниваются с солнцем и искорки. Вот солнечный свет. Понимаете? Солнечные искорки летят от солнца и гаснут все время. Это значит, что тюрьма становится все хуже и хуже. Гаснет человек в жизни. Все хуже и хуже становится. Чтобы было лучше, надо вспять пойти. То есть надо к солнцу начать лететь. Но этот путь неведом. Никто к солнцу не летит. Никому не нравится вставать рано, молиться. Потому что, что молиться? Что ты делаешь сейчас? Для чего это? Польза какая-то есть от этой? Человек не видит этой пользы. Он не понимает, зачем. Но этот путь неведом. Зачем рано вставать? Зачем ложиться вовремя? Зачем не есть на ночь? Зачем прощать, просить прощения? Зачем это все надо? Непонятно? Этот путь неведом никому. Вы сейчас кому-то скажете, скажете, это все басни, живи как все. Вам скажут 10 человек из 9, понимаете? Они вам скажут, что не надо это все. Один скажет, может быть, нормально. Искорка должна к солнцу лететь. Она тогда разгорается, становится счастливее, красивее. Но этот путь неведом. Это против течения, понимаете, путь. Против течения жизни. Тебе хочется быть счастливым, а надо счастье другим дарить. Хочется поспать, а надо встать. Хочется вечером не спать, а надо ложиться спать. Хочется наказать, а надо простить. Не хочется просить прощения, пусть сам просит, а ты иди и проси. Этот путь неведом, он противоположный, но он, этот путь называется дорога добра. Все занимаются своими заботами. Оставь свои заботы, падение и взлет. А если другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди, дорогою добра. А сколько будет разных сомнений и соблазнов. Понимаете? Но ты должен знать, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь, гони соблазны. У свой закон негласный. Всегда иди, мой друг, дорогою добра. Понимаете? Дорога добра означает знать соблазны. Понравилась девушка, ты женатый, все, терпи. Можешь дрова поколоть пойти, если не терпится. Зимой можно или летом, не изменится. Мыслить надо, учиться видеть чистоту в людях, во всем. Самое главное, если человек видит чистоту, он в удачном состоянии находится. Увидел грязь, прощай, проси прощения. Переключись на что-то другое. Не переключился, все, гробишь свою жизнь. Смотришь всякое дерьмо по телевизору, гробишь свою жизнь. Смотри на чистоту. Есть передача такая, русская передача, называется «Время вперед». Современная передача, найдите в интернет. Посмотрите. Только о хорошем говорит человек. О том, как страна развивается, как люди добрые дела делают. Посмотреть и просто жизнь заново рождается. Понимаете? Новости не все плохие бывают. Вот посмотришь и все, и наша страна развивается, люди делают добрые дела. Все улыбаются. Вот какая передача нужна. Понимаете? Одна из этих тысяч всяких мерзких, одна передача супер, на народные деньги делает. Никто не финансирует. Вот и смотрите такие передачи. Их немного, но зато они... И жить хочется. Представьте, сколько заводов каждую неделю в стране открывается. Сколько добрых дел. Это все в передаче об этом говорится. Раз в неделю выходит. Вот смотрите. А всякую глупость не надо смотреть. Это разрушает жизнь.